Сегодня мы с вами рассмотрим еще несколько тригонометрических уравнений. Итак, первое из них косинус х на 3 равняется минус 1 вторая. Но мы с вами уже знаем, что можно определять решение по таблице. Итак, вот у нас таблица. Зеленым цветом определены значения косинуса. Минус 1 вторая по косинусу это 2π на 3. Решение для косинуса это х деленное на 3 равняется плюс-минус 2π на 3 плюс 2π. И дело в том, что здесь уже, где k принадлежит z, мы с вами видим, что у нас х деленное на 3. Как поступать в этом случае? Мы с вами умножим обе части нашего решения на тройку. Получим, х равняется плюс-минус 6π деленное на 3 плюс 6πk, где k принадлежит z. Ну и остается сократить х равняется плюс-минус 6π поделить на 3. Это 2π плюс 6πk, где k принадлежит z. Второе уравнение, которое содержит частный случай. Косинус 4х равняется 0. Но мы знаем, что если у нас 0, 0 у нас в π на 2 плюс πk, где k принадлежит z. И теперь мы видим, что четверка у нас лишняя. Значит, раз четверка у нас с вами лишняя, то мы поделим обе части на 4. Поделили на 4, получили х равняется, при делении, эта четверка идет в знаменатель, то есть получаем π деленное уже на 8, 2х4, 8. Плюс πk деленное на 4, где k принадлежит z. Следующее уравнение, косинус х деленное на 2 минус π на 6 равняется корень из 3. Но обратите внимание, впереди стоит коэффициент 2. Значит, что мы можем сделать? Мы можем поделить обе части на 2. Что при этом получается? Косинус х деленное на 2 минус π на 6 равняется корень из 3 деленное на 2. Возвращаемся к нашей таблице. Корень из 3 деленное на 2 это π деленное на 6. Значит, х деленное на 2 минус π деленное на 6 равняется плюс-минус π деленное на 6 плюс 2πk, где k принадлежит z. Далее, что мы видим теперь с вами? Мы видим, что у нас мешает нам π деленное на 6. Оно перейдет в другую сторону со знаком плюс. х деленное на 2 равняется плюс-минус π на 6 минус, меняется на плюс π на 6 плюс 2πk, где k принадлежит z. Далее, нам мешает знаменатель двойка. Значит, что мы можем сделать? Мы можем умножить на 2 обе части. Получаем, что х равен плюс-минус 2 умножить на π на 6 будет 2π на 6 плюс 2π на 6 плюс 4πk. То есть, мы все умножили на 2, где k принадлежит z. Далее, нам надо с вами сократить дроби. Х равен плюс-минус 2 шестых это π на 3 плюс π на 3 плюс 4πk, где k принадлежит z. И последнее. Это надо выполнить действие по каждому случаю. В этом случае я могу записать ответ при помощи совокупности. Итак, х равен... Если мы возьмем верхнее π на 3 плюс π на 3, мы получаем 2π на 3 плюс 4πk, где k принадлежит z. И второе решение. И второе решение. π на 3 с минусом. Прибавить π на 3 это 0. Значит, х остается только с 4πk, где k принадлежит z. Вот это и есть наше решение. Спасибо за внимание.